Доброе утро, уважаемые трейдеры! Сегодня пятница, 6 октября, вы смотрите новости на канале Инстатв, в студии Анна Касаткина. Аналитики отмечают сдержанность трейдеров в ожидании сегодняшних данных с американского рынка труда. Однако даже в такой ситуации участники валютного рынка не усидели на месте и нарастили объемы сделок на покупку доллара США. График индекса USDX направился к недельным максимумам у отметки 93,90. Позитивное отношение к американским активам возросло после публикации макроэкономических данных из США. Так, инвесторы отметили восстановление рынка труда после резкого роста количества заявок на пособия по безработице после ураганов Харви и Ирма. На прошлой неделе за субсидии обратилось 260 тысяч американцев. Обнадежил инвесторов и отчет по объемам производственных поставок в США. Согласно опубликованным данным, за август заказов стало больше – на 1,2%. Аналитики предполагали меньший прирост – лишь на 1%. На фоне таких новостей фондовые индексы США продолжают бить рекорды. Индекс S&P 500 вчера в ходе восьмой торговой сессии роста обновил исторический максимум, поднявшись выше отметки 2540 пунктов. Позитив отмечен и в настроениях представителей монетарных властей США. Так, глава ФРБ Филадельфии убедил рынки в том, что на декабрьском голосовании будет поддерживать повышение процентной ставки. А его коллега из Сан-Франциско уверен в том, что потребительская инфляция в ближайшее время ускорится до целевых 2% в год. Верный курс денежно-кредитной политики американского Центробанка способствует заметному улучшению условий на рынке труда. Так, Джун Уильямс считает, что в течение 12 месяцев уровень безработицы в США сократится до 4%. Напомним, что в августе соотношение нетрудоустроенных к трудоспособным составляло 4,4%. Как изменился показатель в сентябре мы узнаем уже сегодня из первых часов работы торгов в США. Это были новости на канале Инстатв. Всего вам доброго! До свидания!